Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 18 февраля 2024 года, традиционная рубрика «Прямой диалог», долгожданная для меня, с удовольствием отвечу на ваши вопросы и, как всегда, начнем с обзора рынка в целом. Итак, S&P 500 остается на максимумах, немножко корректируется и свою позицию я сохраняю. Я считаю, что рынок сейчас дорогой, если мы говорим конкретно об индексе, но здесь делаем обязательное такое отступление, что он дорогой, потому что очень дорогие технологические компании. В последние дни есть негатив в технологических компаниях, есть некоторый позитив в реальных секторах, я ощущаю это на своем портфеле. Надеюсь, что балансировка продолжится и придет к тому, что техи несколько подкорректируются, реальный сектор подтянется к своим справедливым стоимостям. Это на протяжении долгого исторического периода, безусловно, происходит. Есть длительные периоды различных колебаний рынка, когда техи перекупаются, откупаются и так далее, но потом все равно приходит все к общему знаменателю. А длительность этих периодов, она может быть различна, но все в природе находится в гармонии. И для того, чтобы формировать какой-либо дисбаланс, требуется тратить ресурсы, собственно, закон сохранения энергии. И, безусловно, это воздействие не может продолжаться сколько угодно долго, всему приходит конец, соответственно, баланс всегда наступает. И второй момент, который я хотел бы озвучить, я писал о нем в телеграм-канале свои доводы и мысли, зачем сейчас дорогой рынок, озвучу его еще здесь, не помню, в прошлом прямом диалоге озвучивал или не озвучивал, сейчас планируется в ближайшие три месяца исторически крупное размещение американских трежерис. То есть эти трежерис нужно продать, как мы знаем, государственный долг США сильно растет, а пока это никакая не катастрофа, пока все в управляемых условиях и там ничего страшного нет, но вот этот баланс его тоже нужно сохранять, соответственно, эти трежерис должны быть успешно проданы. Зачем дорогой рынок в этот период? Дорогой рынок в этот период нужен для того, чтобы инвесторы выходили из рынка и перекладывали деньги в трежерис. Потому что если будет дешевый рынок, в принципе, перспективы этой экономики США, они остались позитивными, инфляция постепенно отступает, где-то на горизонте виднеется уже снижение ставки. А если рынок будет торговаться там за 4 тысячи, например, да кто эти трежерис будут покупать? Будут в рынок вкладываться люди, потому что компании будут дешевые, крайне дешевые, перспективы будут крайне высокие, никому это не нужно. Соответственно, при дорогом рынке исторически, статистически и логически идет переход из рынка, фиксация прибыли в рынке и вложение денежных средств в трежерис. То есть это такой один из факторов, который указывает на то, что дополнительно, помимо рациональной балансировки, будет происходить некоторое снижение S&P 500 в большей степени техов. Потому что по большому счету брать деньги из реальных секторов, там компании сейчас дешевые, и щипать их по чуть-чуть никому смысла нет. А вот если немножко Apple или Microsoft скорректируется там на 5-7%, это высвободит энное количество, там сотен миллиардов долларов, которые будет вполне достаточно для того, чтобы трежерис, скажем, откупить. И я считаю, что вот эти факторы, они указывают на как раз-таки психологическую необходимость инвестора перекладываться из рынка в трежерис в эти три месяца. То есть никакого катастрофы я здесь не ожидаю, это будет небольшая коррекция, которая высвободит ряд денежных средств, какой-то определенный объем, и он будет направлен на откуп трежерис. Потому что если трежерис не откупят в хорошем, скажем так, в хорошем объеме, там успешно, будут возникать вопросы у кредиторов, скажем так, стоит ли там дальше, может быть, действительно экономика США там себя плохо чувствует. А тут индексы на максимуме, в принципе, показатели экономики тоже через эти индексы демонстрируются, что все замечательно, и небольшая коррекция в S&P 500 абсолютно будет разумна. Плюсом хорошо купят трежерис, и здесь со всех сторон все зайцы будут пойманы, я практически уверен в этом исходе. Негативное влияние может происходить на TLT тот же самый, я знаю, что все по уши сидят в TLT, ну не то чтобы все, но значительный объем инвесторов в TLT, он активно рекламировался, что надо туда залетать с плечами и так далее. Так что ничего тоже катастрофического там не ожидаю, но воздействие на него, да, ну, по-моему, уже началось. Я TLT не обозреваю каждый раз, я говорил, что мне TLT не интересен ввиду того, что я считаю, не будет там какого-то бурного роста, поскольку качество имитента США, оно несколько ухудшается со временем. Вот, да, тут какая-то разметка у меня еще была, вот, так что TLT не стоит удивляться, если будет 88. Хотя, по идее, сейчас должны от сильного уровня откупать, вот он как раз к этому сильному уровню подошел, который я ранее формировал, видите, как от него откупают, но снова к нему приходит. Так что при дополнительном объеме трежерис вполне 88, это не должно стать новостью, там, каким-то разочарованием и так далее, это нормальный экономический процесс. Если имеете TLT, то к выходу это не должно вас располагать. Ну, и позитива значительного в TLT, как я уже говорил, я не ожидаю ввиду ухудшения США как эмитента в плане долговой нагрузки. Да, ожидаю, что при понижении ставки TLT подрастет, но он не будет стоить столько, сколько там когда-то стоил на максимумах в районе 170. Нет, сейчас экономических обоснований к этому нет, ситуация меняется, соответственно, процент премии за риск, он должен становиться выше, а чтобы процент стал выше, TLT должен стоить дешевле. Я, собственно, ну, какого-то большого роста не ожидаю. Так, давайте пойдем дальше. Я думаю, свою позицию донес, свои мысли на этот счет. Вот, и поговорим по остальным. Значит, ну, давайте по индексу московской биржи. Стоимость сейчас в районе уровня сопротивления. Может будет болтаться, но ввиду с событиями, которые произошли, у нас тут политика как бы не обсуждается. Ну, рубль несколько ослабевает к доллару. Я думаю, что поднажмут на экспортеров, чтобы они продавали побольше выручки, потому что грядет весна, грядут выборы. Нестабильный рубль тут не кстати абсолютно. Я думаю, что поднапрягут, пояса поднатянут, и рубль все-таки у нас к 90 должен вернуться в районе марта. Но дальнейшая ситуация больше указывает на то, что рубль ослабнет. И мы увидим не то, чтобы рост рынка акций РФ, а ослабление рубля, соответственно, большие цифры по индексу московской биржи. Чтобы купить одну единицу какого-то товара, услуги или акции, требуется сколько-то рублей. Так же, как курица и яйца, например, что и курица и яйца, у нас, по-моему, подорожали, но не суть. В общем-то, теперь требуется больше рублей, чтобы купить одну единицу курицы. Поэтому, чтобы далее купить одну единицу индекса московской биржи, потребуется также больше рублей. Это не будет означать, что там фондовый рынок на большом подъеме, что там все прет вверх, там все замечательно. Нет, просто рублей потребуется больше для этого. И в случае ослабления рубля, то есть мы увидим индекс московской биржи по более высоким ценам. Но это важно понимать. Важно понимать. А с другой стороны, иметь акции, это гораздо лучше, чем в такой ситуации иметь облигации или рубли. Потому что, да, мы имеем одну единицу там Сбербанка акции, например, или Газпрома, или там Черкизова. Рубль ослабнет, котировка вырастет на величину ослабления рубля плюс-минус. По крайней мере, акции сохранят покупательскую способность тех денег, которые в них вложены. Потому что акция, вот она у вас написана 500 рублей, но по факту это доля от компании. Какая-то единичка, небольшая доля от компании. А компания это машины, это оборудование, это незавершенное производство, это та же самая там курица, те же самые там здания. Поэтому фондовый рынок здесь ввиду акций при девальвации рубля, он служит неким защитным активом. В отличие от облигаций и в отличие от рублей. Это очень важно запомнить. Я сейчас такое небольшое лирическое отступление сделаю, потому что тут новички, наверное, смотрят. У меня второй канал, который я отдельно формирую, это по недвижимости. Вы знаете, что существенная часть моей работы это инвестиции в недвижимость. Ну и отдельно создал такое направление, чтобы не забивать фондовый рынок. Кому интересно, тот смотрит, кому не интересно, собственно, тут никакой рекламы нет. И получаю часто сообщения о том, что какой смысл в недвижимости получать там 8-10% годовых, а если можно купить облигации, получать те же самые 8-10% годовых. Мне, честно сказать, хочется донести, очень хочется донести до россиян, будьте вы, ребята, грамотными. Понимаете, сегодня как раз на такой комментарий отвечал, перед тем, как что-то делать, особенно с финансами, нужно хотя бы базу какую-то получить. Мне несколько обидно за российского человека, потому что действительно очень многие люди так думают. совершенно забывают об инфляции, о девальвации рубля. То есть, да, если вы купите облигации, ОФЗ, любые другие, Селектела, Сбербанка или чего-то еще, 1000 рублей будет стоить эта облигация, вы ее купили, у вас через год 1100 стало, например, да, 1100, ну, налог заплатили 1080, вот человека 1080 на счете, он рад, у него стало больше рублей на счете. А придите в магазин, вы придете в магазин, вы раньше на эту 1000 рублей могли купить, скажем, там 20 булок хлеба, а когда вы придете через год с 1080 рублями, вы сможете купить 15 булок хлеба. То есть, важен очень момент инфляционный и инструменты, которые применяет инвестор, они должны обязательно учитывать инфляцию. Поэтому не заблуждайтесь, очень вас прошу, разбирайте финансовые элементы, инфляционные, девальвационные составляющие. Я вот сравниваю часто валютный инструмент, какой смысл вкладываться там в дивидендные акции, например, в валюте или в замещающие облигации, которые дают 7%, если можно купить у ФЗ под там 8%, например. Но ведь рубль, он девальвируется на 10-15% в год, то есть среднегодовой это 10%. Возьмите за 20 лет динамику, насколько рубль каждый год слабеет, то есть насколько дороже каждый год становятся для вас продукты, услуги в рубле. И сравните с валютами, то есть там разница кардинальная. И получать там 5% в валюте, это гораздо выгоднее, чем получать 10% в рубле, даже 12% в рубле. Вот кто, значит, есть такая поговорка, кто хочет услышать, он услышит, кто не хочет услышать, он и дальше будет настаивать на своем, там и покупать там какие-то облигации, там под 7%, под 8%. Мое дело сказать, и я надеюсь, что, значит, российский инвестор, он будет благоразумен, и он будет приносить пользу не только себе, своей семье, получая какие-то более высокие доходности, улучшая качество жизни, инфраструктуру вокруг себя. Он и будет и государству больше пользы приносить, потому что тот человек, гражданин, который живет в убыток, который совершает неадекватные какие-то телодвижения, теряет деньги, он является и слабым звеном в структуре государственности. Если мы с вами будем грамотно инвестировать, поддерживать хорошие компании, генерировать большие прибыли для себя, выплачивать больше налогов, то и государство будет чувствовать себя гораздо лучше. То есть это очень-очень важный момент не только для Васи, Пети, Зины и так далее, это важные моменты для их семьи, для окружения и для государства в целом, и для, в общем-то, мировой экономики. Так что такое небольшое лирическое отступление. Но я думаю, что те, кто смотрят канал, они в большей степени имеют вот эти вот финансовые понимания, как это все работает. Так, лирическое отступление закончено. Давайте поговорим про золото. Золото, собственно, в боковике здесь говорить не о чем, но остается то же самое, у него одно и то же самое направление, это вверх, потому что когда ставку начнут снижать, с каждым днем этот момент все ближе и ближе, тут иначе быть не может, значит, золото уйдет вверх, пока вот этот боковик стоит к нему спокойно относиться. Газ практически бесплатный, сколько угодно можно закупать, очень дешево стоит. И что, опять же, я хочу сказать про газ, каждый прямой диалог это говорю, не играйтесь с газом, фьючерсы, с нефтью и со всем прочим, это чистое казино, лучше зайти куда-нибудь на интернет-ресурсы, красное-черное поставить, быстрее результат будет. Но это не рекомендация, это шутка. Ну и часто говорят, что, давайте ее посмотрим, NFE в портфеле имеют, то есть газ, как мы видим, вот он в боковичке, в таком, динамика тоже здесь частично дублируется, потому что все-таки компания газовая. Но газ, мы видим, поболтался, поболтаемся и улетел вниз, NFE все-таки имеет ростовой тренд. Разница ресурса, добываемая от самой компании, компания развивается, ее финансовые потоки улучшаются, она против снижения может работать тем, что ее выручка может расти за счет того, что компания улучшает свои бизнес-потоки. Так что лучше компании, нежели нефть и газ. По рублю в целом уже сказал, есть моменты ослабления, но я думаю, его сейчас стабилизирует. За экспортерами большой упор на них делается, скажут им, давайте товарищи продавайте на 10, на 20% больше, потому что нужно рубль укрепить. Так оно и будет, и сейчас не то время, когда нужно рубль получить по 102, по 110 и так далее. Это лишнее волнение, лишнее удорожание продукции, товаров, услуг и так далее. То есть будет снижение рубля, в этом я практически уверен. Так, и давайте классически еще посмотрим на объем, объем на резервных счетах в американской системе. Видим, что он не снижается, а даже подрастает. Вот опять же вспоминаем то, о чем я говорил изначально. Более широко я описал прям в телеграм-посте свои размышления, свою аналитику на этот счет. Почему рынок должен быть сейчас дорогим? Вот обратите внимание, что еще. Вот выкупалось, 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 изымалась точнее ликвидность, снижалась. Потом перестали. Хотя с инфляцией обязательно нужно бороться. То есть это первая и самая важная задача сейчас побороть инфляцию. То есть от этого зависит очень многое. И почему-то рынки задрали вверх. Хотя вот сейчас идеальный момент для того, чтобы изымать ликвидность. Скупается все, условно говоря, рынком. Можно изымать ликвидностью. И в 100 миллиардов, 200-300 миллиардов можно изъять. И сильно это не повлияет. Потому что есть энный покупатель в рынке. Он это все съест. Соответственно, инфляция претерпит еще один шаг назад. Сделает и будет все замечательно. Но рынки раздуваются. При этом при всем притормозили изъятие ликвидности. То есть рынок должен сейчас стоить дорого. И возвращаемся к тому, о чем я говорил. Что рынок должен стоить дорого для того, чтобы был переток инвесторов в облигации. Вот как только этот момент пройдет, когда только размещение этих облигаций закончится, я думаю, что все пойдет на круги своя. Изымать ликвидность снова начнут. И какие-то пики на рынке не потребуются. Потому что покупатели своего получат. И вспоминая момент, три месяца. То есть, ну читал эту новость, наверное, может неделю-две назад, может неделю назад. Ну и как-то так обозначили, что в течение трех месяцев. Ну, условно говоря, до апреля должны пройти эти размещения. Там суммы не очень-то большие. Где-то 70 миллиардов, может 100 миллиардов. Для экономики США небольшие. Так что ждем. Ждем, никуда не торопимся. Так, вроде бы все. И давайте пойдем по вашим вопросам. Сегодня много вопросов поступило. Весна на улице близится. Ну, по крайней мере, солнце уже весеннее. У нас и инвесторы тоже пробуждаются. Так вот, мистера Диогра вопрос. Будете перезаходить в Хершей? Вы знаете, в Хершей можно перезайти, но я купил другой актив. То есть, Хершей, я тогда по нему прибыль зафиксировал. Там процентов 5 перед отчетом. Отчет нормальный был. И по Хершей сейчас высока вероятность, что он продолжит в позитивном тренде развиваться. Но я купил другой актив. И у меня 700 долларов на счете. То есть, это совсем малый объем. То есть, у меня все средства инвестированы в реальные сектора. Поэтому у меня просто свободного баланса нет. Но если говорить в общем не про мой портфель, то Хершей остается идеей. Так, от Константина Котова. Следующий вопрос. Денис, добрый день. Озвучи пару новых идей на покупку. Американский рынок. Так, ну, я могу озвучить. В принципе, не секрет. Я купил Комкаст. Вот такая вот идея. Каких-то еще идей, пожалуй, я сейчас бы не формировал. Потому что, ну, все-таки стоит увидеть, как будет развиваться ситуация с рынком. Будут ли дальше дешеветь техии. Будет ли дальше дорожать реальный сектор. Или все-таки вот этот перегиб его будет сохранять, чтобы не корректировался индекс. Поэтому вот я бы предпочел скорее одну идею, но в которой я в высокой степени уверен. То есть, это среднесрочная покупка. В ней, да, у меня такая высокая степень уверенности. По остальным, пожалуй, я, ну, сохранил бы сейчас нейтралитет. Так, вот мистера Грелекса вопрос. Добрый день, Денис. Какие перспективы на 24-й год у литиевых компаний? В частности, АЛТМ. Также интересно ваше мнение о MP Materials и HLF. HLF, я не знаю, что такое. Сейчас посмотрим. Огромное спасибо за ваш труд. По литиевым компаниям. Какая ситуация? Ну, вот АЛТМ возьмем. Это, ну, скажем, уже слитый актив. Я имею в виду в плане слияния, а не слива его куда-либо. По АЛБ отчет смотрел. У них в целом-то динамика похожая. То есть, и у Ливента бывшего, и у АЛБ есть объем неопределенности. Очень высокий объем неопределенности на 24-й год. С чем это связано? Это, опять же, связано с потреблением. Насколько будет восстанавливаться потребление в 24-м году. Они дают очень осторожные прогнозы. И АЛБ сформировалось, не ошибусь, 4 плана и 4 сценария развития событий. Там вилка очень большая. Сколько будет стоить лити? Какие там моменты будут? Да, у них есть долгоиграющие договоры, которые продолжают действовать. В общем-то, они с высоким превышением пошли в 23-й год. И хорошо заработали, я имею в виду. По 24-му году. Вот очень такая широкая вилка. Я их понимаю, потому что попробуй здесь угадай. Вот в следующее заседание ФРС будет снижать ставку. Или скажет, нет, ребята, мы будем еще полгода ждать, например. И вот эти вот несколько месяцев в структуре года – это очень серьезный объем. Не дают конкретных они ожиданий. То есть там плюс-минус очень существенный. Можете открыть, посмотреть. Поэтому осторожные такие ожидания. Но что я могу сказать? Лити сейчас дешевый. Фьючерс на литии что-то 96, по-моему, там 97 тысяч юаней. Но это имею в виду китайская биржа, если смотреть. Это дешево. Конкретно дешево. Опять же, чем это связано? Со снижением потребления. Ставка высокая. Автомобили покупают меньше. Соответственно, оснащают аккумуляторами. Тоже меньше. Потребление ниже. Как только начнут снижать ставку или… Ну да, начнут снижать ставку, рынок начнет реагировать. То есть еще потребление не восстановится в этот момент. Но рынок, он живет ожиданиями. Соответственно, он понимает, если ставку сейчас снижают, то она будет снижена, например, там, к концу 2024 года, середине 2025 года, к примеру, и уже начнет закладываться. Само потребление восстановится, например, когда уже ставку снизят, и люди фактически в магазине, в автосалоне смогут купить в кредит машину по уже более низкой ставке. Вот, собственно, такая ситуация. По АЛБ держу в портфеле, ничего с ним не делаю. Ну и, собственно, по АЛТМ аналогичное бы мероприятие провел. То есть никаких, собственно, если готовы купить, можно купить. Цены низкие. Ну, ждать, ожидать сколько месяц. Нет, полгода, может быть, год. Ну, то есть к этому стоит быть готовым просто-напросто. От внешнеэкономических условий зависит данная ситуация. Так, МП Материалс. Давайте посмотрим. Редкоземельные металлы. Он сейчас, ну, я знаю, что он стоит дешево, я за ним не слежу, но понимаю, что он много не может стоить. Потому что редкоземельные металлы сейчас в крайне низкой цене находятся. Ну, и, в принципе, взять тот же самый Норникель, да, наш там российский актив. Цены на палладий, на никель, на прочие моменты, которые он добывает, они низкие. Поэтому выручка у него тоже низкая. И спрос на редкоземельные металлы также возникнет тогда, когда увеличится потребление тех компонентов, для которых применяются вот эти вот редкоземельные металлы. И отчет, смотрите, отчет 22 февраля совсем скоро. То есть отчет даст определенную ясность, как дальше будет все это выглядеть. Я думаю, что прогноз будет по МПМатериал с осторожным. Они так же, как и Ливент, так же, как и ЛБ, так же, как Норникель, они точно не знают, когда восстановится спрос на, ну, скажем, электротехнику, там, на прочие вот эти вот моменты. А он восстановится тогда, когда восстановится потребление. Потребление восстановится тогда, когда будет снижена ставка. Когда она будет снижена, сложно сказать, но, скорее всего, снижать начнут ее, ну, в конце весны, может быть, в начале лета. Шажки, которые будут предприняты, они тоже еще под вопросом. Не думаю, что ее будет быстро снижать, скорее будет по чуть-чуть. И вот этот плюс-минус полгода в структуре года очень сильно будет влиять на ситуацию. Поэтому ожидаю осторожный прогноз от МПМатериал на этот счет. Так, и какую еще компания? HLF интересует. Давайте посмотрим, что за HLF. Я ее не припомню. Чем она занимается? А, Гербалаев. Интересно. На Каймановых островах. Ну, Гербалаев обычно все было не очень хорошо. Он стагнационный был в последнее время. Упал совсем. Смотрите, как Гербалаев упал. 800 миллионов капитализаций. Некогда Гербалаев себя неплохо чувствовал. Но я знаю эту компанию. Я ее рассматривал. Рассматривал в том числе с позиции Медифаста. Они ведь тоже там питательные всякие штуки продают. И Гербалаев тут тоже. И вот когда индустрию рассматривал, Гербалаев смотрел. Но в избранную он мне не попал. Я сразу скажу, компания. Ну, мне не очень интересно. Безумно дешево, конечно, она уже стоит. Форвард ПЕ 2.3. Но 2.3. 2.3 собираются заработать в 2024 году. Нужно, конечно, на что-то смотреть. Компания маленькая. Здесь давайте вот так посмотрим. Может быть, на финансово не более. Почему ее укатали? То есть там, скорее всего, какие-то более глубокие проблемы. Проблемы. Так. Хербалаев. Скорее всего, есть более глубокие проблемы. Там с Форвард ПЕ 2 она бы не торговалась. Скорее всего, что-то есть. Какие-то нюансики. Снижение маржи. Вот здесь вот я вижу снижение маржи. Они ожидают. Нет, не снижение маржи. Выручка на 5% примерно. Ебеда. Рост. Значит, ебеда. Тут тоже свободный денежный поток. После инвестиции. Ну, понятно, инвестирует. Ну, тут какого-то негатива значимого я не вижу. Нужно, конечно, смотреть отчет Гербалайфа. Но давайте, если мы, скажем, без отчета посмотрим, а в целом по Гербалайфу, что у него за ситуация. Ну, он дешевый. Так, а Price to Book у него какой? Неужели у него долгов так много? Да, у него долгов очень много. Он идет в отрицательной балансовой стоимости. То есть долгов настолько много, что если он все свои активы продаст, он эти долги погасить не сможет. Покрытие сейчас долговой нагрузки прибылью операционной довольно-таки низкое. Но он планирует в 2024 году прямо-таки выровняться. То есть у них покрытие, операционная прибыль долговой нагрузки, он хочет выйти где-то на 5. 5 раз. Это нормально. То есть ожидают резкого повышения маржи по компании. По маржи. Так, активы теряются. Здесь дополнительная эмиссия. Ну, вы знаете, что выглядит дешево. Компания выглядит дешево. Если она выйдет из вот этого пике по маржинальности, то может стоить прилично. Нужно вот этот счет посмотреть. 14 февраля. Наверное, он уже прогрузился. Но здесь, видите, какие негативные данные. То есть не дотянул. И нужно прогнозы смотреть на будущий период времени, что с Гербалайфом происходит. Но вид у него очень дешевый. Пока я бы сказал, что я бы Гербалайф не покупал. Как минимум до детального изучения. Ну и, наверное, сейчас не лучшее время, что, в принципе, на него обращать внимание. Сейчас все еще потребление находится в такой вот сложной фазе. Ну и с долгами у него прям проблема. То есть долгов много. И покрывает он их прямо с большим трудом, с большим скрипом. Если вдруг что-то ухудшится, придется им выпускать большую дополнительную эмиссию, чтобы гасить этот долг. То есть тут не 1,3 будет дополнительная эмиссия. Например, 5% нужно будет делать. Это тоже негативно повлияет на котировки. Скажем так, компания интересная. Но я бы еще за ней понаблюдал. Для входа сейчас она непригодна. Потому что слишком высокий риск. Так, вот Александр Зуев. От Александра Зуева вопрос. Доброе воскресное утро вам. Вам, Александр, тоже. Рассмотрите, пожалуйста, следующие акции по стратегии Росплюс Дивиденды. Air Production Chemicals. Это компания у меня в отслеживаемых. И по ней есть оценка. Давайте ее глянем, что с ней сейчас. Air Production Chemicals. Вот я ее переоценил в 271 доллар после отчета. Так, второй месяц. Пятого. Да, я после отчета ее переоценил. И вот установил ей оценку более низкую, чем до этого. Там идет снижение продаж. Ну, собственно, 271 доллар. Я считаю, что ей цена в целом это отражает нормальную недооценку в 20%. То есть вот такой план на год. Свежая оценка. Можете, скажем, принять ее во внимание. От нее не отталкиваться, конечно. Принимать решение самостоятельно. Но рассмотреть можно. Так, Bristol Myers. Ну, по Bristol Myers давайте тоже его глянем. Начал он восстанавливаться или нет. Я считаю, что он в приличной недооценке. Приличной недооценке. Но у него есть такой негативчик. Вообще компания дешевая. Вот в идеале, конечно, сильный прям уровень. Есть на 45,7. Если он сюда сходит, то, ну, прямо-таки гораздо интереснее станет покупка Bristol Myers. У него, видите, в чем дело. У него была приличная недооценка, но он последние отчеты давал слабые. То есть не в плане достижения финансовых результатов. Ну, вот, например, да, вроде все перевыполнили, шлепнулся вниз. Он в такие моменты давал слабые прогнозы на будущий период времени. Говорил о том, что там продажи таких-таких-то препаратов будут ниже, чем мы ожидали. Поэтому, в общем-то, и нюансы определенные возникали, когда Bristol Myers именно давал слабые результаты на будущий год. Поэтому очень сильно укатали. И он ряд таких отчетов дал. Соответственно, оказался внизу и не соответствовал тем целям, которые были поставлены изначально. Поэтому с ним тоже с осторожностью я бы, наверное, дождался какого-то позитивчика все-таки. Когда Bristol Myers сказал бы, ребята, вот сейчас у нас вроде бы все неплохо. И мы вот уже хорошие какие-то имеем потенциалы. Начал бы восстанавливаться. Да, он, может быть, процентов на 10 бы уже стал дороже стоить. Но, по крайней мере, у нас было бы с вами понимание, что, скорее всего, дно пройдено. Но, пока, видите, он даже на восстанавливающемся рынке реальных секторов, он себя слабенько чувствует. Вот такая ситуация по Bristol Myers. Я бы пока не покупал. Так, Diageo. Давайте посмотрим, что с Diageo. Знакомая компания, но не припомню. По-моему, она маленькая. Оценивал ее когда-то или нет? Давайте вместе с вами глянем. Diageo. По-моему, разработчик программного испечения, нет? Diageo. Так, на конкретном снижении я его ни разу не оценивал. Давайте посмотрим. Всегда с интересом что-то новое. Так, а почему он торгуется только на вне биржи, Diageo? Ну, нам с вами, в принципе, это значение... А, Diageo – это алкогольные напитки. Я понял. Я понял Diageo, но у меня Браунформан находится в избранных. Не ошибусь, Браунформан. Да, я его покажу. Алкогольные напитки сейчас вся индустрия находится в низких ценах. Я считаю, что алкогольная продукция интересна в целом к рассмотрению. Потому что не только Diageo, как мы видим, он спикировал с 50 до 36. Вот, собственно, вот эти моменты. То есть коррекция по нему очень серьезная. Это признак всей индустрии. Чтобы далеко не ходить. Вот он, Браунформан. Тоже алкоголь. Крупная компания. Собственно, по-моему, она крупнее, чем Diageo. Ну, нужно посмотреть сейчас. Тоже Diageo большая. Ну, как-то он мне редко попадается на глаза. Diageo. Браунформан. Более известная компания. Я его переоценивал не так давно. Вот 71 доллар. То есть он, в принципе, сейчас приближен к зоне покупок. Я думаю, что в скором времени он вот с этого нисходящего тренда выйдет. Потому что стоит уже достаточно дешево. 22% недооценка у него сейчас, на мой взгляд. Но стоит, конечно, дождаться отчета, который будет 6 марта. Из этого уже исходить. Вот так. По Diageo давайте пробежимся. Я думаю, что Diageo примерно ту же самую динамику отразит, что Браунформан. Потому что вся индустрия в снижении. И в этом случае недооценки плюс-минус по компаниям. Они, как правило, равны. То есть больше недооценка у компаний, которая маленькая, которая более рисковая. Меньше недооценка, которая крупная компания. Но Diageo, я смотрю, что довольно-таки приличный по объему актив. Так же, как Браунформан. Долги большие. Да, долги большие. То есть можно сразу маркер смотреть. Price to book. Соотношение рыночной цельной балансовой стоимости. Если большой разрыв идет в реальном секторе, значит большой долг у компании. Это такое тоже лирическое отступление. Почему большой долг? Потому что если компания берет большой объем денежных средств в кредит. То на баланс эти активы не ложатся. Потому что они считаются заемными. Они банку принадлежат в первую очередь. А Diageo ими только пользуются. И в итоге у Diageo получается, что собственных активов мало. Поэтому Price to book у нее высокий выходит. То есть можно уже такие вот моменты пробежаться. И какие-то другие картинки не смотреть. Потому что уже понятны финансовые показатели компании. Так, активы немножко подрастают. Но, собственно, капитал снижается. То есть это говорит о чем? О росте долговой нагрузки. Свободного денежного потока у компании достаточно. Она с долгом не спешит рассчитываться. Он ей комфортен. Почему он ей комфортен? Вот она в пять раз покрывает операционной прибылью этот высокий долг. То есть использует кредитное плечо. И свободный денежный поток, она пускает не на гашение долга. Потому что, как мы с вами уже установили, он ей комфортен. А на buyback. То есть таким образом снижается количество обыкновенных акций в обращении. И прибыль на одну акцию становится больше. Выручка на одну акцию становится больше. Балансовая стоимость. То есть это работа с акционерами. Это большой плюс, который я бы хотел, чтобы был привит и российским компаниям. Российским эмитентам. Поскольку российские эмитенты, они очень-очень часто забывают про инвесторов. Занимаются своими делами. Но я надеюсь, что наш рынок тоже начнет таким образом работать. Так. Давайте глянем Брауна Формана. Да. Так, это Брауна Форман. Стоп. Диогео нам нужен. Диогео. Диогео. Вот так. Если пятилетний, посмотрим график, что у них происходит. Да, Диогео тоже дешевый. Тоже дешевый. И я бы сказал, что недооценка. Но там, где мышка у меня стоит, автоматически уже встала где-то в районе, я думаю, 47. Тут и технические моменты в районе 47. И фундаментальные. То есть, алкоголь. Да, в области покупок. Не хочу, значит, этим выражением, что алкоголь в области покупок сказать к тому, что идите в красное и белое, купите себе алкоголь. Этого делать не стоит. Лучше заняться спортом. Но вот Браун Форман и Диогео, они располагают к тому, чтобы купить их акции с целью получения возврата на капитал. Так что вот у меня здесь под контролем этот момент. И обновляю периодически те активы, которые могут быть интересными. Так. И давайте еще один момент. Ахольд Делхайзе. Это что-то, видимо, немецкое. Первый раз такую компанию слышу. Но давайте и я в ней поговорим. Шведский, что ли? Финский, Нидерланды. Коникюльке. Так. Бук с ним. Ритейл. Так. Ритейл тоже на довольно-таки низких ценах. Уже видим, что тут и поддержка недалеко технически. Технически. Ну, технически, опять же, здесь высокая вероятность спуститься к 25 уже так вот просто на вскидку. Техника, конечно, это такая вещь очень-очень относительная. Только как к вспомогательному процессу точек входа я бы относился. Но, да, компания-то недорогая. Форвард ПЕ 10, ПЕ текущий 12. Так. И что они планируют? Выручка у них как-то очень медленно подрастать. Ориентир по выручке. Да, 10. Так. Ну, давайте еще посмотрим ее в таком виде. Мне интересно здесь, вот я не график сейчас смотрю, я смотрю динамику стоимосную, соотношение П на Е, стоимость к прибыли историческую. Вот эти мне моменты интересуют в большей степени. Я бы сказал, так, давайте еще все-таки пробежимся. Прежде чем я бы что-то сказал про истубок 1,7, покрытие капитализации выручкой 0,3. Это говорит о том, что маржа у компании низкая, да? Давайте проверим. Да. Вот маржинальность 2,5%. О чем я говорю, что достаточно по вот этим показателям пробежаться и знать показатели здесь, здесь или открыть вот эти показатели и знать, что здесь. То есть вся экосистема, инфраструктура, система финансовых показателей, они между собой связаны. И понимая, что если один показатель будет таким, значит ряд показателей других, они будут отражать вот эту вот динамику, потому что он с ними взаимодействует, каким-то образом на них влияет. Так что здесь все довольно прозрачно. Долги невысокие, но ввиду низкой маржинальности здесь покрытие долга не очень высокое. Так, но к сожалению компания так практически-то она не развивается. Я бы знаете кого, я не знаю чем она занимается, но мне она напоминает Hormel Foods, Campbell Soup. Напишите так это или нет, вот честно, первый раз в жизни, я тут где-то на бирже торгуется. Какой-нибудь Ключке Ахольд Делхайзе ни разу не слышал, но тем ли она занимается. Очень похоже на упакованные продукты. То есть, ну тут ритейл вообще написан, но видимо у нее какая-то доля высокая, может быть, продуктов питания вот в таком формате. Потому что те же самые Campbell Soup, я понимаю, и Hormel Foods, они пэкэджы Foods или как-то они там идут, то есть упакованная продукция. Очень вот похоже что-то с продуктами питания упакованное, какие-то такие вот магазины видимо у них. Ну, что бы я вам сказал, нет, я бы эту компанию не покупал. Потому что да, она скорее в недооценке, но динамика ее развития очень низка. И каких-то больших свершений она не ожидает, только разве что вот если она будет дальше байбэк производить. Вот она за счет скорее байбэка-то и инфляции увеличивает свою выручку, финансовые потоки. То есть, как бизнес она практически не растет. То есть, ну мало интереса, очень такая консервативная компания. Это финансово. Но трейдеры скорее всего начнут ее откупать и какой-то всплеск вверх может по ней возникнуть. То есть, низколиквидная, видно по графику. Интереснее было в 26-25. Вот здесь вот трейдеры с высокой долей вероятности начнут ее откупать. В этот момент, ну скажем, недооценка у нее визуальная процентов 15-17. Может отстрелить, но я думаю, что в рынке есть гораздо больше идей, более интересных. Так, вот юзера следующий вопрос. Добрый день, Денис. Спасибо за вашу работу. Очень, она очень помогает формировать правильный, на мой взгляд, формат восприятия рынка. Спасибо вам большое за, значит, за оценку. Рассмотрите, пожалуйста, TROV и Western Union. Так, TROV давненько не смотрел. Управление активами. Планировали восстанавливаться к 2025 году. Давайте график откроем, что у них сейчас потихоньку собираются восстанавливаться. Но самое главное, нам с вами увидеть, что у них с деньгами. TROV. Дивидендный аристократ, напомню, TROV. Сейчас, я думаю, у него доходность, кстати говоря, должна быть приличная. 4,48. Да, когда он в лучшие времена был, это была дивдоходность порядка 3%, но они замечательно увеличивали выплаты процентов на 15 в год. Сейчас они себе этого позволить не могут, поскольку индустрия испытывает некоторые сложности. И вот вспомните, кто смотрел канал давно уже, еще год назад, тоже по TROV часто были вопросы, и я отмечал, что TROV вне области интереса. Сейчас я это тоже хочу отметить. Я отмечал тогда, что интереснее BlackRock. BlackRock более крупная. Структура управления активами, с ней сотрудничают пенсионные фонды, государственные фонды. У них гораздо больше продуктов мировой известности, и они таковыми остаются. То есть, вспоминая тогда и сейчас, вот я понимаю, что мне TROV, у меня в списке избранных нет. Я его удалил после некоторых событий, когда он стал снижать свои потенциалы. И если по BlackRock мы с вами поговорим, то где TROV и где BlackRock? То есть, TROV где-то вниз спускается, BlackRock растет вверх. Ну и по BlackRock я бы сказал, что сейчас большого позитива нет. Ну, в текущей цене он уже, ну, не в зоне покупок, скажем так. Мы его активно обсуждали, когда он был дешевле справедливой стоимости. Я сам его покупал. Сейчас он отлетел вверх уже. То есть, в целом он плюс-минус реализовал к концу года. То есть, в начале года была оценка. Вот к концу года он где-то здесь был. Сейчас его откупили. Но я думаю, он подснизится еще. Подснизится. Будет возможность его купить там от 670 и от 700, может быть, долларов. Сейчас он тоже вне зоны покупки. Но он все-таки интереснее, чем TROV. TROV замотало несколько, и сейчас он пока не восстанавливается как бизнес. Так, а по Western Union. Хорошая дивидендная компания. Много мнений таких, что Western Union уже никто не пользуется. Но, вы знаете, я тоже не пользуюсь. Так, что там есть? Western Union тоже не пользуюсь. Собственно, наверное, это больше такой американский актив, европейский актив. Но если мы посмотрим структуру его бизнеса и выручки, то можно понять, что люди другие пользуются. Это самое главное. То есть он довольно-таки дешев. ПЕ 7,6. И вот 4 миллиарда стабильно зарабатывает. Выручка и прибыль у него стабильная. То есть самое главное не то, что там я пользуюсь или там Вася пользуется. А самое главное, что потребитель того у него остается. И компания как была дивидендной, так она и осталась. То есть дивидоходность 7,3%. Минус налог, например, 13%. Это 6,5% чистыми остается примерно. Отдает компания 55% от прибыли на выплату дивидендов. Это для нее позволительный объем абсолютно, защитный объем. Чтобы такую дивидоходность обеспечивать, всего половину отдавать прибыли. Это замечательно. То есть у него свободный денежный поток остается, чтобы рассчитываться с долгами. Долгов у него прилично. Но и покрытие операционной прибылью этого долга. Порядочный объем долга он снижает, как вы видите. Рассчитывается потихоньку. Ему опять же позволяет этот свободный денежный поток это делать. Байбэк. Вот смотрите, какой у них тут 6%. Замечательно. Вот активы снижаются. Это не очень хорошо. Но может быть идет у них оптимизация. Все-таки все более цифровое становится. И может быть они больше уходят от каких-то реальных активов в нематериальные активы, которые учитываются иным образом. По крайней мере клиент остается стабилен у Western Union. И вот эти вот объемы байбэка говорят о том, что компания себя ценит достаточно неплохо и уверена на своих перспективах. То есть если покупать в Western Union, то это дифф-стратегия с потенциалом восстановления компании. Но прежде всего стоит рассчитывать именно на дифф-доходность. Если она вас устраивает, можно купить и держать. Если рассчитываете на ракету, что в Western Union станет не 12 долларов, а 100, 200, там 700. Нет, такого не будет. Это дивидендный актив. Но потенциал восстановления, скажем, к 15-17 безусловно у него есть. А вообще довольно хорошая доходность по компании. Идем дальше. От Александра Зуева вопрос. Вот он и Hormel Foods. Доброго дня, Денис. Спасибо вам за вашу работу. Рассмотрите, пожалуйста, две компании. Tyson Foods и Hormel Foods. Одна из них лучшая, перспективнее на будущую подивидендную стратегию для покупки. Спасибо. Так, Tyson. Помните, что была идея на вход в Tyson, когда он стоил дешево. И недавно я, ну, Telegram не буду открывать, в клубе публиковал. И, по-моему, я в общем Telegram канале публиковал идею на выход из Tyson после отчета. Потому что, да, по-моему, на обоих каналах я публиковал. Вот он отчитался, полетел вверх. И, собственно, цель, план 2023 года он четко выполнил. То есть, когда он стоял где-то здесь, в районе 60, я дал информацию, что компания достигла своей цели. И переоценил эту компанию, исходя из нового отчета. Что я хочу сказать? Консервативно очень. И Tyson Foods, он в своих отчетах в обязательном порядке дает планы министерства, по-моему, сельского хозяйства США по мясу. Планы министерства сельского хозяйства довольно-таки консервативные. Там плюс-минус 2% или 3%. Они там планируют какой-то прирост. В общем-то, значительных улучшений я по Tyson Foods не увидел. Ну, некий потенциал заложился, но он маленький. Учитывая то, что я после отчета ее переоценил, она стоила 60, и я целью поставил 66, то есть тут уже интереса никакого не было. Продержать ее год, например, или полтора года, чтобы там до 10% по ней была возможность получить, но интереса нет. Поэтому сформировал план на продажу и, ну, в общем-то, кто продал, я думаю, остался доволен. И когда купил, и когда продал. Потому что компания постепенно съехала вниз там больше, чем на 10%. В настоящей точке, ну, в целом она поинтереснее стала. 24% у нее есть потенциал. Можно рассматривать, вот исходя из нынешней цены, она стала поинтереснее. Так что, в принципе, да, рост плюс дивиденды. Там маржа тоже довольно-таки низкая. Объема потребления высокого не планируется по Tyson Foods. Поэтому я и установил такую небольшую разницу. Так, а по Хормелю? Ну, пожалуй, я бы сказал, что я бы Tyson приобрел, чем Хормеля. А он еще вниз пошел. Что же, в некоторое время не смотрел. Переоценивал его в 2023 году в конце. 36 долларов. Оценка остается актуальной. Компания тоже низкомаржинальная. Отчет у нее будет 29 февраля. То есть до отчета однозначно я бы никаких мероприятий не проводил в плане ее покупки. Стоит дождаться отчета. Это всегда больший риск, чем возможность. И, ну, собственно, вот оценка есть. Если что-то в отчете будет позитивное или крайне негативное, можно будет ее пересмотреть. Но, как правило, я не занимаюсь переоценкой. Вот двигать постоянно вот эти вот оценки. Поскольку, знаете, какая стратегия, как всегда, в режиме полной прозрачности. Если я буду их постоянно менять, какой в этом смысл? Все-таки я вот эту синюю черту поставил. Я за нее, условно говоря, психологически отвечаю. Вот для себя я ставлю, прежде всего, и смотрю, достигает ли компания этой оценки или нет. Согласитесь, будет неправильно. Если там месяц прошел, я передвинул. Там еще месяц прошел, еще раз передвинул. Можно так вот двигать за ценой постоянно эту оценку. И что из этого получится? В общем-то, сыр бора. И, значит, какая-то фальсификация. Так что поставил эту синюю линию. Если ничего прямо-таки кардинального не изменится, плюс-минус там 10-15%, она так и останется. И, как правило, все приходит к своему общему знаменателю. Как ни крути, как бы компания не падала, потом она все равно идет к оценке справедливой стоимости. Так что Hormel вот таким вот образом в большем интересе. Сейчас находится Tyson Foods, если бы я выбирал. Так, вот мистера Диогра. Комкаст. Есть ли потенциал роста в средний слог? Стоит ли подбирать на текущем снижении? Да, вот в начале ролика как раз я по Комкасту говорил. Так, не открывал его, насколько помню. Давайте я его открою. Мне Комкаст нравится. Я, скажем, всю свою историю инвестиций, он периодически мой спутник в портфелях. Хорошая компания. То есть у него все понятно, все прозрачно. Там и где-то байбэк есть, где-то и дивиденды неплохие, и повышение их есть, и структура понятная, там, активов. Вот это компания для инвесторов. Она действительно развивается. Я ее покупал. Собственно, как мы видим, вот он давал оценку и 22-й год, 10-й месяц. Вот 23-й год как раз, ну, год прошел. Вот она к этим и пришла. А моментом, хотя стоила гораздо дешевле, 35-й. И казалось, как можно дать такую высокую оценку компании. Да вот она где-то вообще внизу тут болталась. 33 стоила. И казалось бы, как может компания вот, ну, 30%, скажем, вверх. Тем не менее, вот четко она отработала. Следующая оценка, она вот здесь вот. То есть тоже довольно-таки высокий потенциал ей поставил. От текущих 34%, 33%. Довольно смелая оценка. Но тут, как говорится, имеем то, что имеем. Рассматривая финансовые потоки, перспективы компании, там, долговую нагрузку, выручку и все прочее, я считаю, что этот бизнес должен стоить в перспективе именно вот 55 долларов год-полтора года. И вот формирует то, что получаю без каких-либо изменений. Поэтому Comcast я приобрел. Ожидается увеличение прибыли на акцию. И Comcast, если не ошибусь, сколько он, то ли 5, то ли 8 миллиардов, то ли до 15, я уже не припомню. Вот так вот я не готовлюсь к прямым диалогам. Но отчеты по компаниям помню. По-моему, они даже до 15 миллиардов расширили программу байбека. Только вот эти 15 миллиардов, это очень большая сумма. Это порядка 10% от капитализации Comcast. Давайте я сейчас проверю, а то вам наговорю. Comcast. Чуть меньше, там 10% от капитализации должно быть. Да. 163-15 миллиардов они одобрили. То есть это 9% от капитализации. Но тут не стоит тоже обольщаться. Стоит правильно читать информацию между строк. Они не поставили срок байбека. То есть они могут выкупить завтра на 15 миллиардов, а могут в течение года выкупить на миллиард. Но то, что такой объем байбека согласован, это уже большой плюс. То есть Comcast понимает, что акции его дешевые и их стоит выкупать. Опять же, точную цифру не скажу, но насколько помню, можете Comcast-отчет открыть. Они в предыдущем квартале миллиарды на 3 акции выкупили. А чего бы не выкупать? Он дешево стоит. Он дешевый. Это замечательная покупка. И они правильно делают. И акционерам возвращают деньги в виде байбека. И возвращают собственные акции, скажем так, в себя. По низкой стоимости. А потом можно их будет, эмиссию какую-то сделать. Когда он вырастет на 60, на 70, например. Тогда станет дорогим. Можно и эмиссию провести. Как это денежные средства привлечь. То есть мне эта структура Comcast-а понятна. Рост компании порядка на 10% в год. И финансовые потоки Forward Pay в районе 10. Мы вспомним тот же самый Microsoft, Apple. У них тоже 10, 12, 14% в год они растут. Но цена в 4-5 раз дороже. Ну в 4 раза дороже, скажем там. Где-то в 3 у каких-то компаний из тех. Хотя это точно такой же бизнес, который зарабатывает деньги. А цена вот такая вот дешевая. Вот возвращаясь к тому, что у вас есть вариант либо автомойку открыть, либо СТОшку. Деньги одинаковые стоят. И там надо миллион заплатить, и там надо миллион заплатить. Вы спрашиваете, в автомойке сколько она прибыли приносит в месяц? Вам говорят 100 тысяч. Тут же рядом вы СТО проверяете, а она 300 тысяч приносит. А стоят одинаково. Вот по-моему выбор инвестора в этом случае очевиден. И вот эти вот сломанные представления о рынках, они потом, я имею ввиду, когда покупают то, что растет, без конца растет. Как биотехи покупали, вот они летели там на 500% вверх. Казалось, да какие там. Пусть она в убытках, пусть она ничего не производит, пусть она там даже отчитываться забывает. Но зато котировки растут. А потом где они все оказываются? Они все оказываются в минус 99% в котировках. Вот так же и с Комкастом, например, и с, ну кого-то из техов, не буду там уточнять. То есть бизнесы плюс-минус одинаковые, потенциалы у них плюс-минус одинаковые. Только один бизнес стоит в 4 раза дороже, чем другой бизнес. Вот ты волей-неволей как бы задумываешься о том, что все-таки стоит свои средства сохранить, минимизировать вот эти риски. Потому что тот бизнес, который переоценен, и все будет истовушку покупать. Все истовушки в округе скупят, а потом в итоге может оказаться, что вот автомойка-то, почему она такая дорогая? И она в цене сползет, чтобы соответствовать конкурентным характеристикам с другими видами бизнеса. В S&P 500 какую-нибудь они коррекцию сделают. Я имею в виду корректировку состава активов. Microsoft на 10-е, на 15-е место закинут или Apple. А на первое место Comcast сделают. Comcast улетит вверх на 300%, Microsoft упадет на 70%. Ну, к примеру, то есть я никому к этому не призываю, но я просто говорю о том, что стоит иметь понимание, как это все работает, за что мы платим деньги, что такое акции. Акции – это доли бизнеса. И когда покупаете одинаковые доли в одинаковых компаниях, но все то же самое по деньгам. Но один бизнес в три раза эффективнее, чем другой. Возникает вопрос, стоит ли покупать тот бизнес, который практически неэффективен в отношении с третьим бизнесом. Ну, не исключая того, что и техи продолжат расти. Но просто они столько не стоят. Так, по Comcast, я думаю, понятно. А вот сейчас мы здесь увидим, кстати, они байбэк. Вот байбэк, который они делали. 5,7% акций они выкупили в 2023 году. Это очень прилично. Они в последнее время, видите, 7% выкупили. 6% выкупили до этого. Обратите внимание, 2020 год, например. Что они делали? Я опять же не смотрел. Вместе с вами смотрю эти данные и импровизирую. Давайте 2020 год откроем. 2020 год. Вот он, 2020 год. Сколько компания стоила тогда? Ее финансы и состояние бизнеса было намного ниже, чем сейчас. Потому что зарабатывала она меньше. И она продавала акции по 50 долларов, когда они были на историческом максимуме. Вот Comcast котировки. Вот он рос, рос, рос. Здесь вот на исторический максимум ушел, скажем, в 2020 году. Конечно, им выгодно продать. Они в рынок продали дорогие акции, рынок их съел. А когда акции, вот обратите внимание, в 2022 году упали в самое дно, а финансы компании стали лучше, чем были в 2020 году. Почему бы их не купить обратно? То есть они продали 10 миллиардов долларов за 50 долларов, а потом сами свои акции за 30 выкупили, когда их бизнес стал лучше. Я вполне понимаю, Comcast, молодцы, так и надо. То есть они и сами зарабатывают замечательно, и своим акционерам дают великолепный возврат на капитал. Вот это бизнес, все четко, а не наоборот. То есть они действуют, видите как. И они понимают, когда цены это дешевые. 2020 год, 2023, вот они здесь выкупают свою компанию в больших объемах. Я не знаю, что она дешево стоит. А когда она улетает вверх, они, конечно, начинают ее продавать. То есть это не инсайдерская информация. То есть это, ну, такое грамотное, на мой взгляд, управление бизнесом, в котором рождается в качестве профита десятки миллиардов долларов, которые компания дает своим акционерам и берет себе. Так что вот такой небольшой тоже вводный нюанс, как Comcast работает и почему она мне близка. Вот такая вот ситуация. Ну вот что хочу сказать. В 2020 году они за 50 долларов продавали свои акции. Выручка у них была 103, а прибыль 10 миллиардов. Сейчас они покупают акции по 40, выручка на 20% больше, прибыль на 50% больше, чем тогда. То есть представляете, какой огромный разбег между интересов, между вот этими вот категориями. Плюс ко всему снижают объемы долга. Тут и выкупать у них денег хватает. Здорово. Не реклама Comcast, но я показываю, почему мне эта компания нравится. А не растет она сильно, потому что при помощи ее роста не раздуется индекс. А нужен ли вам раздутый индекс, который в один момент может грохнуться вниз? Я считаю, что я лучше сохраню свой капитал. Буду уверен в тех активах, которые у меня лежат в портфеле, что они стоят по моим точкам входа дешево и цена им гораздо более высокая. И вот такой вот подход. Так, давайте дальше. Это у меня много лирических отступлений возникает, но надеюсь, что они полезны. Так, от Виктора Хадежева вопрос. Добрый день. Как известно, ваша стратегия предусматривает продажу актива при достижении им определенного уровня с последующей покупкой другого недооцененного. Да, все верно. Но ведь, как правило, проданный актив со временем продолжает расти в цене и, по примеру, Амазон через пару десятков лет может дать стократные иксы. Ну, вы знаете, так все очень относительно. Амазон может дать, а может и не дать. То есть, возьмем тот же самый PayPal. Он рос ведь замечательно, там на 100, на 200% в год. А потом, где он оказался? Он оказался на дне. Не бывает такого, что актив отдает иксы постоянно. Тут, видите, масштабируемость бизнеса. Представляете, Амазон с капитализацией. Сколько у него сейчас? Ну, наверное, больше триллиона, да? Давайте посмотрим. Амазон я давненько не смотрел уже, потому что я знаю, что его покупать я его не буду. Так, ну, он сейчас, смотрите, когда снова к историческим максимумам вернулся. Какая у него капитализация? Я вам с другой стороны, скажем... Так, Амазен же. Амэ. С другой стороны, попытаюсь объяснить свою позицию на этот счет. 1,6 триллиона капитализация. То есть, я к чему это говорю? Я говорю об эффекте базы. То есть, когда компания имеет капитализацию 1,7 триллиона, Apple, Microsoft сейчас надулись настолько, что они там, по-моему, 3 триллиона уже капитализацию имеют. Недавно тут триллионную, двухтриллионную капитализацию отмечали. Он не может такими темпами развиваться. Тут уже начнет в него, на него воздействовать антимонопольная служба. Потому что, чтобы иметь такую огромную капитализацию, нужно въедать в себя все вокруг. И когда компания, скажем, 100 миллионов долларов капитализацию имеет, она, да, у них есть база для того, чтобы там 100 миллиардов вырасти. Но когда компания 1,7 триллиона, она, ну, очень едва ли вырастет в 10 раз. В два раза с огромным-огромным треском, с огромными успехами и вливанием в нее денег со стороны индексов. Но может ли Amazon, там, через 5, через 10 лет достигнуть 17 триллионов капитализации? Я вам скажу, что нет. Я, в принципе-то, таких компаний в мире нет. Почему Amazon может стать такой компанией? Да я считаю, не почему. То есть, он не станет. В два раза может вырасти, опять же, если рынок будет бесконечно дуться. Но вообще здесь есть области, скажем так, ну, рационального развития компании. То есть, когда у компании уже огромный эффект высокой базы, расти их сами, ей практически невозможно только манипулятивно, скажем, как Microsoft, Apple. Потому что они занимают лидирующие позиции и они тянут индексы. Ну и уже и американцы сами задаются вопросом, что доля вот этих техов, в том числе Amazon, Apple, Microsoft, в индексе общем, в принципе, 500 компаний. Они 30% эти 7 компаний занимают. Их уже настолько надули, что они вот такие вот. Вопрос, будут ли они дальше расти или нет, я не готов вот в этот воздушный шарик заскочить. Лопнет он или нет, я уверен, что лопнет. Вопрос, когда. Но для меня разницы нет. Через год это происходит, через 5 лет я свой капитал не готов потерять. Вот такой вот подход. Вспомните тот же самый PayPal, который рос. Давайте его. Ведь огромное количество тоже инвесторов было и в нем. Вот, казалось бы, а что с PayPal может произойти? То есть он вот вышел на биржу и попер. Попер. Давайте посмотрим, насколько он попер. С момента выхода на биржу, с 2015 года он вырос на 736%. А потом, что с ним случилось? С ним случилось вот, что он улетел вниз на 70-80%. И в итоге он сейчас в ценах находится с 2017 года. То есть люди, которые PayPal с самого момента держали, они получили 7x. И в итоге прошло с 2015 года почти 10 лет. И люди пришли, при своем остались. То есть понимаете, какая ситуация? Вот это все-таки, наверное, должно маленько отрезвлять. И показывал тот же самый Tyson Foods, например. Приходит актив справедливой стоимости. Почему я его продаю? Точнее, я его не покупал, но такую информацию давал. Вот он к справедливой оценке подошел. Но здесь он дороговат уже стал. То есть кто зафиксировал прибыль, замечательно. Вот он вниз упал. Соответственно, сейчас он снова стал более-менее интересен. Можно его там купить, например. И он может потенциально 20% идти показать. Вот, собственно, как это работает. И есть компании, которые должны вырасти в следующем году. Есть по оценкам, которые должны снизиться в следующем году и так далее. Вот в этом тактика и стратегия заключается. И самый такой момент ключевой, который я хотел бы обозначить. По одной, двум, трем компаниям, которые там сильно растут, все-таки не стоит мерить. Они могут снизиться. Это какие-то определенные влияния. Лучше мерить по рынку в целом. Так, и следующий вопрос. Не бывает ли у вас сожаления по поводу ранних продаж победителей? Вообще никогда. У меня вот, знаете, нормальная защитная реакция, наверное, на уровне инстинкта. Это работа, в том числе и в рынке, не потерять. Ну, условно говоря, финансово не погибнуть. То есть, законы выживания не действуют. У меня абсолютно нет этого сожаления. Когда я начинаю понимать, что риск ввиду того, что этот актив может рухнуть сильно или плавно, или каким-то еще образом, я понимаю, что мое финансовое состояние может рухнуть вместе с ним. У меня никакого сожаления нет. Я покупаю тот актив, в котором я уверен, что он этих денег стоит и стоит большего объема денег. Я спокойно этот актив держу, чтобы с ним не происходило, но я знаю, что мой капитал защищен. Что я, как минимум, сохраню свои средства и с высокой долей вероятности я их увеличу. Залетать куда-то, чтобы оно как-то максимум росло, нет у меня абсолютно таких чувств нет. Они были изначально, но потом они ушли. То есть, наверное, лет через 4-5 инвестиций они погасли. Я стал уверен в той работе, которую я провожу. Тот же самый Кумкаст я купил. Я в нем уверен. А вот если бы я сейчас купил Майкрософт, у меня были бы смутные сомнения. Были бы, наверное, какие-то тревожные состояния сны. А будет ли он лететь дальше? Ведь я в голове у себя понимаю, он столько не стоит. Он стоит в два раза дешевле. И завтра я проснусь, и окажется, что минус 50% с горизонтом восстановления 20 лет у меня будет. Ну, то есть, условно говоря, это капитал потерян на 50%. Там 20-30 лет можно продать, чтобы он восстанавливался. Ведь то же самое Майкрософт я демонстрировал. Он не всегда рос. Он где-то подрос, потом рухнул на 60%. И в итоге в боковике находился. То есть, люди, которые инвестировали в него примерно 20 лет. Они ждали, пока Майкрософт снова начнет расти. Сейчас он снова взлетел, и кажется, надо снова Майкрософт покупать. Это те же самые мысли были у тех людей, перед тем, как он шлепнулся на 60%. Я вас уверяю, он хорошо рос. И понимая, что этот бизнес столько не стоит, я никаких сожалений не испытываю насчет того, что я его сейчас не имею. Конечно, я хотел бы, чтобы мой портфель показывал 100-200% в год. Но я понимаю, что с этим балансом рисков, на которые можно идти, чтобы получить эти 200%, есть вероятность 80-90% лишиться всего своего капитала. Абсолютно нет. Даже-даже нет. Не возникает ли желания некоторой компании, потенциальные иксовики, покупать на сверхдолгосрок? Абсолютно нет. Потому что я знаю, что вот эти все иксовики, я их большинство разбираю. Да вот, давно уже на канале, наверное, следите, знаете все это. Я думаю, что вы инвестор уже такой матерый. Помню, что вы просто задаете. Вспоминаем, G1, да? Ведь со всех экранов трубили. Блогеры, иксовики, волновики, в инвест-шоу. Да это ракета, это вообще наше будущее. Надо все брать, с плечами залетать. Вот G1 терапевтик, вот где этот иксовик. Вот он. Вот здесь все его покупали. Он летел вверх просто не в себя. Вот сколько он летел. Вот здесь были основные покупки иксовиков, волновиков. 356% он за год вырос. Все, тут скупался он капитальный. Где сейчас G1 терапевтик? Он не стоит нисколько. То есть он потенциальный банкрот. Вспоминаем тот же самый Blue. Со мной, помню, очень сильно спорили, когда я говорил, что это конкретно. И вот даже что-то рисовал я еще в те времена. Это видите, какие-то рисунки у меня здесь были наскальные. Живопись, я уж не помню, когда я так рисовал. Но это в те годы было. То есть когда его здесь на хайпе покупали. Это тоже наше будущее. Где он сейчас? Он со 100 долларов, он стоит 1 доллар. То есть минус 99% люди получили. Вот эти иксы. Этого не бывает. То есть нужно помнить, что вы покупаете не акцию. Вы покупаете не график, не какое-то название Blue или еще что-то. Вы покупаете долю в бизнесе. Чтобы эта доля ваша, которую вы купили, росла кратно, бизнес должен расти кратно. А такого практически не бывает. То есть если бизнес растет кратно, это либо очень-очень низкая база. Например, был у Васи один ларек. Вася открыл 2 ларька. Потоки выросли кратно. Вот если вы покупаете бизнес с капитализацией 10 тысяч долларов, то да, может стать 20 тысяч долларов. А если вы покупаете бизнес с двумя триллионами капитализации, он в 10 раз не вырастет. 10 амазонов из него не получится. Это очень важно понимать. И именно понимать то, что вы покупаете эту долю в бизнесе. Этот Blue, он всегда был убыточный. Он всегда генерировал убытки. Огромная дополнительная эмиссия. Это не компания. Это вот ИП-шку зарегистрировать или ООО-шку. И платить с нее налоги и рассказывать всем, что вы там алмазы добываете. Сейчас золото вам вагон придет. Из Казахстана вы его загоните. В 7 раз дороже. Вас спрашивают, а где отчетность? Где вот эти документы? Нормально, все так будет. Вася мне сказал. Сейчас мы разберемся. Оружие из Илевана будет поставлено. И вот эти все сказки. Вот это Bluebird. Это G1. Это иксы. То есть они только тогда происходят, когда начинает вливаться информация в уши. Вот так вот начинает индекс расти на этих новостях. И потом что происходит? Потом понимают, что Вася-то балабол. Никакего золота из Казахстана ему вагонами не идет. А важнее всего понять это еще до приобретения этой акции. Ведь эта доля в бизнесе, она ничего не стоит. И вот о чем я говорил. Можете старые открыть ролики. Получал там. Да нет, вы не правы. Вы не разбираетесь. Да там сейчас будет. А что будет? Это сам Bluebird ничего не говорил, что будет. Это просто создание фона, чтобы обмануть инвестора. Не обманывайтесь. Это вот очень самый такой очень важный момент. Так что иксов никаких не будет. Нормальные компании, состоявшиеся, они развиваются на 10-15% в год. Это хорошо считается. Тот же самый Microsoft. Там 15%, где-то 12% растет. Вот это нормальная степень развития крупного бизнеса. Comcast тот же самый. Мелкие компании могут больше расти, но могут и сильнее падать. А чтобы компания год от года росла там на какие-то 100-200%, это практически невозможно. Я думаю, кто бизнесом занимается, понимает, что каждый год там на 100-200-300%, чтобы масштаб бизнеса увеличился. Такого практически не бывает. Если нет эффекта низкой базы. Так, и какие у вас критерии распознания потенциальных иксовиков? Ну, вы знаете, исходя из того, что я позначил сверху, у меня есть распознание потенциальных иксовиков, которые полетят вниз. Вот, собственно, все. Я бы вот порекомендовал вам на иксовиках не заморачиваться. Этого нет. Вы просто потеряете деньги. Это сказки трейдеров, детей, волновиков. Нет никаких иксовиков. И так не бывает, собственно. Вот вы еще представьте ситуацию. С другой позиции постараюсь объяснить. У вас есть компания. То есть, компании на фондовый рынок не выходят. Я упрощенно говорю. Беляшная, например, или ремонт обуви какой-то. Они, конечно, на рынок не выходят. Да и в целом, выходят на рынок уже состоявшиеся крупные компании. Вот вы владеете компанией крупной. Назовем ее Виктор Хаджеев. ПО, например. Программное обеспечение. Вы во всем мире известны, у вас огромные прибыли, то-то, сё-то. Все замечательно. Ну, капитализация, пусть 3 миллиарда долларов, к примеру, да. Это та капитализация, которая позволит вам преодолевать эффект базы и расти выше, там, в 2-3-4 раза. Вы знаете, что вы будете развиваться в 3-4 раза в год. То есть, ну, в иксы, да. Вы станете выходить на фондовый рынок, продавать акции своей компании людям. Которые будут получать вашу прибыль. Зачем? Если вы сами сможете получать всю прибыль, занимать первые списки Forbes и так далее. То есть, какой смысл свою потенциально иксовую компанию раздавать акционерам? Никакого смысла нет. Вот, собственно, и с этой позиции тоже можете посмотреть. Так что никаких исов нет. И кто о них говорит, я имею в виду, кто предлагает, тот залетай, покупай. Это в основном дети. Вот мне недавно в Телеграм-канал, я хотел выставить, но не стал, думаю, человека обижать. Написал человек, говорит, я контент-менеджер, могу там великолепные посты формировать. Ну, я, может, открою для кого-то секрет. Очень много в Телеграме, в Ютубе пользуются популярностью. В основном люди не пишут посты сами. Они не формируют аналитику, не формируют какую-то графическую составляющую. В Ютубе есть команды, люди, которые за них это делают. А они потом как ведущие, как авторы эту информацию озвучивают. То есть, ну, кто-то это знал, кто-то не знал. Я сам пишу, я один, в принципе, один человек являюсь. И у меня никакой команды нет, я сам один. Вот, но большинство каналов это имеют. Вот, и такой контент-менеджер мне написал, что он там занимается с теми, занимается с теми. У него свой канал, он активный, эффективный и так далее. Я, ну, без интереса всегда, но смотрю какой-то интересный аватар. Открыл его аватарку, и там ребенок лет, ну, наверное, восьми, может быть, девяти. Вот он себя нарисовал в роли Джон Старк, или как-то железный человек. Вот у него шлем на голове. Ну, ребенку девять лет. Вот у него свои каналы в Телеграме, он для людей пишет. Вот, собственно, там иксы, да. Там можете на таких каналах найти иксы, как там заскочить, как что-то сделать. Не бывает такого в реальной жизни. То есть, если вот есть иксы, как в Блюберде, значит, вы готовьтесь, что у вас 99% капитала сгорит. Может быть, я кого-то этим расстроил, но я бы хотел, чтобы я кого-то этим отрезвил, скажем, своими мыслями. Так, давайте перейдем к следующему вопросу. Так, вот Андрей, видимо, скок. 145. Добрый день, Денис. Подскажите несколько бумаг для высоких дивидендов по рынку США. Ну, замечательный вариант. Мы с вами прошли Western Union. Хорошая дивидендная компания. 7 с копейками процентов дивидендов платит. Payout ratio хороший 50%. Посмотрите на Verizon. Он сейчас подрос. Но остается еще привлекательным под дивиденды. Дивдоходность около 6%. Да, плюс-минус 6%. Тоже где-то процентов 60 у него payout ratio. То есть безопасно. 3M можно внимание обратить. Чуть-чуть выше риски у него, чем по двум указанным бумагам. Но горизонт восстановления, я считаю, что близок. Они преодолеют те сложности, которые имеют. И, наверное, все будет у них хорошо. То есть, ну, такие вот варианты. Так, следующий вопрос от Проводник. Добрый день. Подскажите бегло про инсайдеров в этом году. Давно уже про них не упоминалось в прямом эфире. А также рынок ведет себя очень странно. Я прям в растерянности фиксировать прибыль или нет. Какие активы продавали на этой неделе вы лично? Благодарю, что делитесь с нами информацией. Так, по инсайдерам. Наблюдаю, как и прежде, за инсайдерами сделки на покупку инсайдеров в тех объемах, которые мне интересны. И те сделки, которые действительно я отмечаю как значимые, их очень мало в этом году. Потому что, как мы видим, рынок вот так вот себя чувствует. То есть, на исторических максимумах и инсайдеры, они затихли. Они уже давненько затихли. Когда вот рынок стал сюда переть, вот они уже затихли. Они понимают, что нет интереса сейчас покупать. И покупки довольно-таки редки. В тот же самый реальный сектор были массовые входы раньше, когда еще и реальный сектор прям дешево стоил. Сейчас уже покупки редки, поэтому информации по инсайдерам практически не добавляю. Есть какие-то единичные входы? Фиксирую. Но вот прямо сказать, что какую-то компанию кто-то активно зашел. Нет. Да, возьмем тот же самый SCHV Schwab. Вот я его в портфеле имею. Вот инсайдеры закупались когда. Вот он грохнулся вниз. Это как раз был где-то март 23-го года. Вот они покупки инсайдеров массовые. По многим компаниям такие проходили покупки. Что там март 23-го у нас? Декабрь. Вот он март. Вот. Обратите внимание. Март. То есть рынок начал восстанавливаться. Стоило все копейки. Вот инсайдеры прям активно заходили. И в эти периоды марта 23-го года там плюс-минус. Я публиковал много информации по инсайдерской активности. Ведь отмечаю, напомню, только значимые сделки инсайдеров. Сейчас, если вы зайдете, сделок куча инсайдеров. В том числе и на покупку. Но их нужно фильтровать. И получается, когда мы зерна от плевел фильтруем, у нас ничего в зернах-то практически не остается. Потому что инсайдеры адекватные свои покупки совершали именно вот примерно здесь. А здесь они уже перестали их совершать. То есть вот такая вот система. Инсайдеры довольно-таки ребята грамотные. Так. И что еще? Так. Фиксировать прибыль или нет? Ну, хороший вопрос. Вот я бы, наверное, здесь никаких рекомендаций на этот счет не давал. Но мои мысли такие, что техи дорогие. Есть реальные сектора, которые я бы не фиксировал. Которые я, собственно, продолжаю удерживать. Наверное, так. Ну, решение только за вами. Какие активы продавали на этой неделе вы лично? Так. Какие я активы продавал? Да, по-моему, я ничего не продавал. Вот, Херши до этого продавал. Это было, наверное, уже недели две назад. Я свой портфель активно не веду. Более часто формирую идеи там для ребят из клуба. Даю какую-то информацию, аналитику. Они уже могут принять решение, там, какую-то информацию выставляя в общий телеграм-канал. А в своем портфеле много сделок у меня нет. То есть, ничего не продавал. Жду. Хочется CNC тот же самый зафиксировать. Ну, смотрю на него. Он там уже, скажем, недалеко от 10% прибыли. Думаю, чего я буду его фиксировать, если у него он еще цель 90%. То есть, он еще процентов на 10 может вырасти. Там, Эльдри Харрис плюс сейчас, ну, в каком-то не очень большом. Ну, скажем, нет, практически ничего не фиксирую. Много компаний, которые в минусе еще находятся. То есть, ожидая их рост, постепенно восстанавливается. Да, тот же самый Enphase. Ну, вот, как мы видим, постепенно начал восстанавливаться. Скоро у меня из убытка выйдет он. Ведь он просел капитально, альтернативная энергетика. У меня тоже не все там сразу в плюс растет. Моя стратегия заключается в определении ценности бизнеса и покупая. То есть, мне интересна эта цена текущая. Бывает, компания проваливается. Но потом в 80% вероятности, а то и 90% вероятности она возрастает. Поэтому Enphase вот сейчас прилично подрос. Надеюсь на хороший отчет SolarEdge. Пока к нему осторожный инвестор. 20 февраля будет отчет SolarEdge. Надеюсь, они тоже заявят о том, что ожидают увеличение продаж. Как минимум во втором полугодии. Тогда и SolarEdge тоже полетит наверх. Вот, собственно, вот такая ситуация. Так, давайте пойдем дальше. Еще, наверное, один вопрос. И будем... Ну, или два, давайте. Два. Потому что от Arturo Load я вопросы смотрю, что аналогичен. Что покупали или продавали на этой неделе. Вот Comcast купил, ничего, насколько помню, не продавал. Так, и давайте еще от типа Дэна последний вопрос будет. Так, добрый день, Денис. На чем полетел верх Crocs? И можно ли в связи с этим находить, заходить в Nike? Надеюсь, что тоже будет расти вслед за Crocs. Crocs вырос на хороших финансовых показателях. У них продажи в порядке. И они дали довольно позитивный план на предстоящие периоды. То есть Crocs на этом неплохо подрос. Тут даже еще не реализовался фактор байбэка, который может потенциально реализоваться. Но пока Crocs рассчитывается своими долгами. А он даже тут хорошо еще дополнительно вырос. То есть он на отчете, вот видите, он как-то подлетел вверх. Он чуть-чуть скорректировался и еще наверх пошел. То есть у Crocs все хорошо с продажами. На 8% перевыполнили. И далее неплохой план на будущий период. Вы знаете, по Nike, что хочу сказать. Прямо-таки перекладывать показатели Crocs на Nike я бы не стал. Все-таки у них сегменты... Да, это обувь. Индустрия одна. Но все-таки разные могут быть показатели. Что-то лучше продается, что-то хуже продается. Но в целом я считаю, что Nike недооценен. По нему идея действует. Так он, кстати, вот скорректировался неплохо. Я его продавал. То есть Nike я покупал. Где-то тут приличная недооценка была. И ближе к справедливой оценке я его фиксировал. Ну, я уже не припомню. Я, по-моему, эту сделку говорил. То есть, опять же, касательно... Не испытываю ли я эффект потерянной выгоды от чего-либо. Да нет. Купил дешево. Когда цена стала по рынку. То есть, интереса уже такого нет. Зафиксировал. Видите, снова цена упала вниз. Можно вновь рассмотреть покупку. То есть, покупать дешево. Это психология, наверное, каждого человека своя. Вот у меня такая психология. Я готов инвестировать в что-то недооцененное. И я не готов держать что-то переоцененное. Поэтому Nike, да, интересен. Но, пожалуй, наверное, стоит дождаться отчета 21 марта. Ну, либо какого-то тренда восстановления. Вообще, я считаю, что отчет будет неплохим у Nike. Я думаю, что, может быть, за предыдущий период они отчитаются. Ну, где-то плюс-минус нормально. Потому что потребление довольно-таки невысокое. Но они и не говорили, что у них потребление будет высокое. Но все больше и больше компаний закладывает ожидания на конец 2024 года по восстановлению потребления плавное. И там 2025 год уже будет маячить. Все будут понимать, что если в конце 2024 начнется восстановление, значит 2025 будет позитивным. И рынок начнет, ну, больше и больше закладывать вероятность того, что прибыли и выручки будут хорошими. Так что по Nike у меня ожидания тоже позитивные. Недооценка у него порядка 23%. Интересная компания. Или в максимально интересном виде было бы купить ее от вот этой нижней линии. Тут уже канал бы вошел в действие. Тут от нее трейдеры бы еще начали покупать. Мало того, что цена была бы дешевле здесь прилично. Но еще бы и трейдеры своими объемами подключились к покупке Nike. Вот здесь вот прям интересно было бы. Но не факт, что она сюда снизится к этой линии. Так что вот такая вот ситуация. На этом, пожалуй, все. Как обычно, с вами сегодня полтора часа. Надеюсь, что сегодняшний прямой диалог был полезен. Все в режиме полной прозрачности. Мысли как есть. Всем удачи в инвестициях. Здоровья вам, вашим близким. Присоединяйтесь в телеграм-канал. Там чаще находимся в прямом взаимодействии, обсуждениях. На этом все. Всего доброго. До свидания.